В одном сериале этих молодых людей замечательный актер Стоянов называет «Ну, ты жертва ЕГЭ». Вот это жертва ЕГЭ, что называется. Как он, вампиры средней полосы? Да, да, да. Мне эта фраза очень понравилась. Серьезно, из этого сериала, да? Да, ну, ты жертва ЕГЭ. Он к какому-то молодому вампиру обращается. Ты жертва ЕГЭ, ты ничего не знаешь. Так вот, действительно, жертва ЕГЭ. Я иногда это использую. Так вот, это были такие жертвы ЕГЭ, и я пытался их приобщить к чтению. И один из моих аргументов, ну, я по-всякому использовал всякие приемы. Я говорил, ну, вы понимаете, ребята, если вы не прочитаете Евгения Онегина «Война и мир» и «Преступление и наказание», то между вами и между теми, кто сейчас приезжает на нашу Родину, да, и кто не владеет в достаточной степени ни русским языком, никакой разницы не будет. Вот никакой разницы не будет. Вы будете такие же гости. Или, как сейчас принято немецкое словечко, гастарбайтеры. Вот будете такие же гастарбайтеры-гости в своей стране. Поэтому, дорогие мои, прочитайте, вот сделайте такое вот одолжение своему старику-учителю. Прочитайте, давайте поговорим об этом. Я попытаюсь вам объяснить, почему это надо. Почему вот именно этот русский язык влияет на ваше мышление. Вот мышление и речь абсолютно связаны. Человеку, у которого загрязнена речь, который плавает в каких-то… Вы понимаете, хорошо было бы, если бы вот этот мой айтишник-программист, да, действительно владел бы английским языком. Он им плохо владеет. Он и русским плохо владеет. Он и русским, и английским плохо владеет. Он бессловесный. Человек-существо-слово. Нет слова – нет человека. В этом смысле человек мало чем будет отличаться от кошечки, от собачки. Потому что именно вот эта когнитивная революция, как пишет тот же Харари, да, когнитивная революция возникает в этом существе, когда он открывает язык и начинает общаться. Но если у тебя нет какого-то… Ты не глубоко погружен в определенную языковую структуру. Ты ни в какую не будешь погружен. Ты превращаешься в бессловесное существо. А бессловесное существо… Дальше мы продолжим эту линию. Значит, существо плохо мыслящее. Значит, существо неспособное мыслить. Манкурт. Или человек без свойств, как пишет об этом мюзик. То есть человек, у которого нет никаких свойств, нет никакой цели. Я поговорил, кстати, с этим программистом, айтишником на эту тему. Он для меня был очень интересный собеседник, как эксперимент. Знаете, то, что я видел человека, плавающего в языковых стихиях, и не зацепившись ни за одну из них. Отсюда и мышление. И он мне сказал, я когда рассказал ему чуть-чуть, что такое человек без свойств. Он мне гениально на это сказал. Так это здорово. Надо всем быть человеком без свойств. Тогда люди будут четко и ясно выполнять определенные алгоритмы. А один из французских современных мыслителей называет наше время самым глупым. И аргументирует он таким образом. Мы живем по алгоритмам. Значит, глупость. Потому что умный человек по алгоритму не живет. Умный человек нарушает алгоритмы. Алгоритм глупости – это интересная мысль. Это правило. Но заметьте, вот даже если взять общую сейчас ситуацию, миру навязывают одни правила. И посмотрите, сколько глупостей проявляется вообще в странах, которые еще до недавнего времени для нас были неким эталоном просвещения, ума, науки. Куда все девалось поразительно вообще. Та же Франция, вот возьмем. Вы говорите, Евгений Онигин вырос из Юлии. Да, 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 да. А тут ведь одна вещь. Вот кто-то из современных мыслителей сказал, что, к сожалению, уже Россия становится хранителем западной европейской культуры, а не сама западная европейская культура. Приведу пример. Мои знакомые, богатые, да, отсылают своих детей в Англию. До сих пор? Ну, они глупые знакомые, но богатые. Потому что богатство и ум не тождественны. Иногда противоречат друг другу. Потому что богатство чаще всего выносит мозги в сторону. Потому что пока они богатеют, они умные. Как звери, которым надо выживать. Как только они достигают высоты пищевой цепочки, им уже они ленивые. А ленивые, значит, глупые. Им не надо, за них деньги работают. И вот они решили как. Они детей отсылали, не знаю, как сейчас, думаю, проблемы, отсылали в Англию. И эти милые люди были уверены, что через год-два, ну, максимум три, им привезут оттуда лорда Байрона. Привезли мажора бессмысленного, который совершенно не закончил даже какой-то убогий курс их школы. У которого английский на уровне parrot language, то есть, эй, горсон, подай пиво. Вот это он знает. Который не может прочитать ни одной книжки на английском языке. Серьезный. Да. И его язык какой? Его язык вот коммуникативный. И у него русского нет, и английского нет. И рожден, к вопросу мышления речи, и рожден дурачок. И рожден дурачок, и причем дурачок, у которого, в общем-то, я вижу плохой жизненный сценарий. Потому что, чтобы узнать другую культуру, надо очень глубоко войти в свое собственное. Тогда на сравнении, все познается в сравнении. Тогда на сравнении этих двух культур ты познаешь и чужую. Если ты только замыкаешься, ну вот сразу на всех, у тебя ничего не получится.